СТРАНА ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ На экспозициях и старая добрая классика «Автомат Калашникова» и новейшие боевые машины. Боевые машины с боевым отделением называется «Работа Синица». Мы проводили в течение 5 лет унификацию ходовой системы и мотороноспособного отделения. То есть вот эти машины, 5 катков, 6 катков, 5 катков – это БТР и 7 катков – это тяжелая техника. Новейшая техника на земле, воде и воздухе. Боевые катера, вертолеты, ракеты и даже танки всех модификаций, АТ-55 для современной «Арматы», броню которого невозможно пробить даже ручными гранатометами. Лучше любой статистики о позитивных процессах ВПК говорит продукция, производимая предприятиями. Только в течение этого года представлен ряд уникальных новинок вооружения и военной техники. Президент страны называет форум и уникальной площадкой для международного диалога. Чтобы оценить российскую технику в Подмосковье, приехали порядка ста иностранных делегаций. Важно, что на площадках форума ведется и активный международный диалог. Устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами. Предметно и профессионально обсуждаются актуальные проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз. А значит, укрепляется взаимное доверие. Только вместе, объединяя усилия и уважая национальные интересы всех стран, можно обеспечить эффективное, устойчивое развитие на благо миллионов людей. С каждым годом форум «Армия» становится все более масштабным. В этот раз свои разработки представили свыше тысячи организаций. Отдельные выставочные экспозиции подготовили предприятия «Чувашия». Представители завода в НИИР «Прогресс» показали министру обороны инновационную систему, которая защищает от помех навигационные сигналы. Это изделие, которое действительно разработка инновационная, и по этим разработкам мы догнали ведущие страны Запада. Дальше мы представляем традиционную нашу линейку – это защиты замкнутых энергетических систем, которые используются на кораблях и судах Российской Федерации, как надводных, так и подводных. Также здесь представлена новая разработка – это низковольтные автоматические выключатели. Выставка дает возможность представить предприятие, естественно, рассказать о том, что это предприятие находится на Чувашской земле. И вы видите, что здесь на стенде присутствует также и печатная продукция, в том числе журналы, которые представляют республику. Для нужд оборонной сферы в республике производят и мобильные ангары для военной техники. Конструкция из металла и тентов выдерживает даже ураганы. Внутри такого комплекса возможно разместить до 10 вертолетов. 24 на 50, вмещающие 20 машиноместных. Значит, различные назначения как сухопутные, так и танковые части. Мы в большом объеме как смонтировали, так и демонтировали. Вот то, что вы видели, проезжая ангары, значит, и на зоне ВКС, юнармия, тут, значит, в зоне, значит, прохода, технической зоне, это все смонтировано. Ваши поставки. Да, смонтировано, затем демонтировано и вновь смонтировано. Температура минус 50, плюс 50 выдерживает. То есть оно показало уже себя. В населенных пунктах Кызыл, где температура по несколько месяцев, там, минус 30, минус 40. В Улан-Удэ тоже показало, в Крыму показало на жаркие температуры. То есть утеплитель, как сэндвич-панель, наружное и внутреннее полотно, это тентовое полотно. Для военных в Чувашии производят одежду, домовые гранаты, измерительные приборы, универсальное табло и мобильные модули. Этот фургон оснащен кухонной техникой. Испытания, проведенные на форуме, показали, что даже в полевых условиях здесь возможно приготовить кашу для 200 солдат. А в этом модуле оборудовали душевые кабины. Его возможно разместить даже в чистом поле. Эти автомашины, они предназначены для гражданской сферы в любом месте, да? Поехали, выехали и так далее. Даже у нас самостоятельно не висит. Гидрофор вот они. В республике для солдат производят и тренажерные комплексы. Они оборудованы всем, что необходимо для армейского фитнеса. У предприятий, работающих на оборонку, перспектива хорошая. Но чтобы быть конкурентноспособными, необходимо наращивать долю инновационных разработок, отметил Михаил Игнатьев. Возможны заказы по линии Ростеха. И наши предприятия, 9 организаций, которые участвуют, объем отгруженной продукции по прошлому году, у них составлял почти 17 миллиардов рублей. В этом году мы рассчитываем, что 20 миллиардов рублей, а не перевалят. Впереди перспективные заказы будут, и практически все возможности есть, воспользоваться предоставленными теми условиями, которые есть со стороны и Ростеха, и со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Доля оборонного заказа увеличивается, и по прогнозам в ближайшие годы снижаться не будет. Предприятия республики взяли прямой курс на импортозамещение. Они обеспечивают вооруженные силы страны высокоточной техникой, аналогов которой нет нигде. Молодцы! Наши производители, настоящие патриоты России!